Туристические путешествия. Что продает туристическая компания? Турпакеты, визы, авиамилеты. А что продает их сайт? Ничего. Зайдите, посмотрите на страницу сайта. Есть очень много туров. Если вы зайдете за ограниченными турами, скорее всего, вы столкнетеся с тем, что там огромный список туров, которые просто человек не может выбрать. А что происходит, когда они используют email-маркетинг? Вы увидите, как к вам приходят email. В одном email куча, куча, куча услуг. И непонятно, почему все очень подробно расписано, технически до деталей. Так, чтобы вам не оставлять возможности даже понять, что вам из этого полезнее. Вот что продают профессионалы. Профессионалы с сайта не делают продаж. Они с сайта делают продажи заявок. Чтобы в дальнейшем туроператорам перезвонил, назначил им встречу, на которой более подробно представить информацию именно о том туре, который его интересует. Что это такое? Каждая страница сайта отдельный тур. И там никакой технической информации. Там только красочная информация про преимущества именно данного турпакета. Если вы едете отдыхать на какие-то острова, значит, здесь должны быть картинки острова. Видеоролики о том, как под водой хорошо плавать. Видеоролики о том, как любовные пары встречают закат на острове. И отзывы, отзывы людей, которые отдыхали на Мальдивах, на Карибах и так далее. Это то, что вы продаете. Хотите узнать о возможностях путешествия на эти острова именно сегодня? Отправьте к нам заявку, и вы получите возможность оформить это путешествие со скидкой. Можем даже не говорить, с какой скидкой. Отправьте нам форму заявки и участвуйте в лотерее, призом которой является бесплатное путешествие. Хотите участвовать в путешествии? Да, отправьте заявку. Что мы продаем? Заявку. В дальнейшем связывается с ними специалист. Если специалист звонит им и говорит, какую турпутевку вы хотите купить, значит, он абсолютно не разбирается в продаже. Он должен сказать, вы интересовались данным по товарам, я хочу вам дать подробную информацию о данном туристическом пакете. Если клиент говорит, что да, но я сейчас не могу купить, он говорит, вы проявили интерес, а моя задача заключается в том, чтобы по вашему интересу дать вам подробную информацию. Только когда вы будете иметь возможность куда-то поехать, вам нужно сейчас знать информацию о том, куда бы вам хотелось. Но ехать сегодня не обязательно. Я продаю презентацию. Представьте себе, что вы заходите на сайт какой-либо компании туристической. Что она должна продавать? Либо заявки, либо телефонные звонки. Отлично. Теперь посмотрим, как это можно сделать. Пример два. На сайте должна быть подробная информация об одном каком-нибудь туристическом пакете. Например, путешествие на острова. На другой странице сайта другая страница продающая может быть путешествие куда-то на каникулы, на какой-то лыжный курорт. И они должны быть на разных страницах, потому что эта страница – это окно в этот мир. Когда человек открывает эту страницу, он должен увидеть этот мир и мысленно представить себя в этом месте. Что для этого надо туда поместить? Вывод логический. Фотографии, видеоролики об отдыхе там. Ну и еще немного, возможно, отзывы. Отзывы тех, кто путешествовал там. Видеоотзывы действуют моментально. Когда люди рассказывают о своем путешествии куда-то, всем хочется тоже попробовать. Дальше может быть небольшая техническая информация. На одного человека на 7 дней, на двух людей на 10 дней. Но эта техническая информация даже не нужна. Минимальная информация может быть предоставлена следующим образом. Дальше должен быть призыв к действию. Эта красочная информация достаточна для того, чтобы человек захотел туда пойти. Но он должен принять решение поехать туда, и для этого ему не хватает ни уверенности, ни денег, возможно. А возможно и хватает. Но он еще не принял решение, у него только есть интерес. И надо воспользоваться этим моментом. Правильно предложить ему то, что ему сейчас подходит. Если у него есть интерес, значит ему нужно информацию дать побольше. Значит ему даст возможность узнать о том, как это возможно сделать. То есть сайт должен продать какую-нибудь очередную ставку. Самая минимальная. Мы предлагаем отправить нам заявку взамен участия в лотерее. На возможное бесплатное путешествие. На двоих. Интригует? Да, я думаю интригует. И количество желающих, которые будут отправлять заявки, это те люди потенциальные, которые хотели бы туда ехать. Возможно, они хотели бы поехать бесплатно. Среди них будет количество людей, которые хотят получить эту путевку действительно бесплатно. Да, и это так. Но все те, которые интересуются и хотели бы куда-нибудь поехать, они будут иметь возможность после заявки прийти к вам в офис, узнать подробную информацию о данном турпакете. Войти в личную коммуникацию с туроператором, который подробно должен будет описать о возможностях, которые перед ним раскрываются. Вы делаете на презентации уже следующие этапы. Шаг номер два. Вы даете возможность человеку попытать свой шанс бесплатно поехать, выиграв лотерею туда, куда он хотел. Купить прямо сейчас пакет и не ждать, и уехать уверенно, не рассчитывать на судьбу, а сделать все самому. И третье. Копить деньги, ждать момента, когда у него будет возможность купить эту путевку. Третий вариант иногда решается еще более проще. Туристическое путешествие в кредит. Вы даете возможность сегодня путешествовать, а оплачивать его в течение года. Иначе говоря, вы даете возможность вашим клиентам, которые интересуются этим путешествием, его заказать прямо сейчас. Если ваша страница сайта до сегодняшнего не имеет такую структуру, если вы занимаетесь туристическим бизнесом, значит вы теряете огромное количество денег на рекламу. Все деньги, которые вы тратите на рекламу, уходят в пустую. А если вы занимаетесь интернет-рекламой, через социальные сети, через баннерную рекламу, и вы направляете людей в интернете на свою страницу сайта, значит вероятность того, что ваш сайт продаст ваш товар, равняется нулю. Если вы будете придерживаться этих правил, продажа ваших услуг увеличится как минимум двое уже в течение первого же месяца. Учтите, элемент коммуникации самый важный. Вам необходимо от человека, который не готов для коммуникации с вами, но его как-то заинтересовали вы, мягко подвести к следующему этапу коммуникации, когда он может общаться вживую с человеком, продающим эту услугу. И на втором этапе тоже очень важно не навязывать, а делать презентацию. Только после презентации описать ему возможности. часть людей действительно поблагодарит вас за такую бесплатную возможность и уйдет. Вы продали им возможность. А если вы смогли хорошо продать возможность прямо сейчас, не ожидая купить это путешествие и у него позволяет финансовые возможности, большая часть клиентов, которые интересовались, когда-либо выберут вас и захотят путешествовать за свой счет. Если ваша страница сайта до сегодняшнего дня не является продающей, значит вам необходимо ее срочно изменить, чтобы не тратить деньги в пустую на рекламу. Чтобы получить от рекламы Feedback хороший доход.